здравствуйте дорогие зрители рада вас приветствовать на нашем канале сегодня у нас очень интересная и полезная тема которая наверняка вызовет у вас много вопросов и заинтересует мы поговорим о продукты который может найти практически каждый в своей аптечке но не все знают насколько он многофункционален и эффективен и речь пойдет о комфортном спирте знаете комфортный спирт это не просто медицинский препарат а настоящее сокровище которое может помочь вам в лечении самых разных болезней сегодня мы подробно размере и разберем его лечебные свойства и узнаем как и в каких случаях его можно использовать а также рассмотрим возможные противопоказания и меры предосторожности знаете камфора известна человечеству с древних времен ее использование в медицине восходит к традиционным практикам народов восточной и южной азии особенно в индии и в китае в древней китайской медицине камфора применяла для лечения различных заболеваний такие как инфекции ревматизм и проблемы с дыхательными путями в индии камфора входила в состав аюрведических препаратов где использовали для облегчения болей и улучшения общего самочувствия в европу камфора попала через торговые пути связывающие восток и запад средние века и стали активно применять европейские лекари особенно в период эпидемии когда искали средства для дезинфекции и борьбы с инфекциями впервые упоминание о камфоре европейской медицине встречается в трудах арабских врачей такие как ави цена который и рекомендовал ее для лечения множества болезней камфорный спирт представляет собой раствор камфоры в спирте которую получают из масла добываемого из древесины камфорного дерева произрастающего в азии а также из масла сибирской пихты камфора из пихты имеет аналогичные свойства что делает ее отличным источником для производства камфорного спирта процесс получения камфора из масла пихты включает в себя дистилляцию и последующую очистку камфора является кристаллическим веществом которое легко растворяется в спирте что позволяет создавать растворы с высокими концентрациями активного компонента камфорный спирт сохраняет в себе лечебные свойства натуральной камфора что делает и его ценным средством медицинской практике камфорный спирт обладает мощными антисептическими свойствами что позволяет эффективно уничтожать бактерии и предотвращать инфекции его применяют для обработки мелких ран порезов и укусов насекомых чтобы избежать заражения и ускорить процесс заживления благодаря своему антисептическому действию камфорный спирт также используется в косметологии для лечения акне и других кожных проблем камфорный спирт широко применяется для уменьшения воспалительных процессов он способствует снижению отеков и покраснений ускоряет заживление поврежденных участков кожи это делает его полезным при лечении ревматизма артрита ушибов и растяжений применение камфорного спирта в виде компрессов и растираний помогает облегчить боль и воспаление улучшая состояние кожи и мягких тканей камфорный спирт обладает согревающим эффектом что делает его незаменимым средством для лечения заболеваний суставов и мышц он стимулирует кровообращение в области применения усиливая приток крови и улучшая обменные процессы это способствует уменьшению боли и восстановлению подвижности суставов камфорный спирт также стимулирует и нервную систему улучшая проводимость нервных импульсов и снижая болевые ощущения камфорный спирт имеет свойства полезные для лечения бронхиальных спазмов и расширение сосудов он используется в качестве компонента ингаляции для облегчения дыхания при простудных заболеваниях и бронхитах вдыхание паров камфорного спирта помогает расширить бронхи облегчить отхождение мокроты и улучшить общее состояние дыхательной системы кроме того камфорный спирт способствует расширению кровеносных сосудов улучшая кровоток и снижая нагрузку на сердце камфорный спирт давно завоевал место в арсенале народной медицины благодаря своим многочисленным лечебным и целебным свойствам народные рецепты и методы использования камфорного спирта передаются из поколения в поколение и многие из них остаются актуальными и сегодня рассмотрим несколько популярных способов применения камфорного спирта во первое один из самых распространенных способов использования камфорного спирта при артрите и артрозе является его втирание в больные суставы камфорный спирт помогает уменьшить воспаление и боль улучшает кровообращение и способствует восстановлению тканей для этого небольшое количество спирта наносят на большой на больной участок и аккуратно массирует до полного впитывания процедуру рекомендуется проводить ежедневно особенно в периоды обострения компрессы с камфорным спиртом также эффективны при лечении артрита и артроза для приготовления компресса марлевую салфетку смачивают камфорным спиртом и прикладывают больному суставу сверху покрывает пленкой и утепляет шерстяным платком компресс оставляет на от одного до двух часов такая процедура помогает согреть сустав уменьшить воспаление снять болевые ощущения в народной медицине камфорный спирт используют для облегчения головной боли и предотвращения обмороков вдыхание опоров камфорного спирта стимулирует нервную систему и улучшает кровообращение в головном мозге для этого достаточно смочить ватный тампор тампон этим спиртом и поднести его к носу на несколько минут важно не переусердствовать чтобы избежать раздражения слизистой оболочки носа камфорный спирт также помогает и при зубной боли компрессы на щеку с камфорным спиртом способствует уменьшению воспаления и болевых ощущений для этого марлевую салфетку смачивают камфорным спиртом и прикладывают к щеке на стороне больного зуба такой компресс нужно держать от 15 до 20 минут после чего снимают процедуру можно повторять несколько раз в день до уменьшения боли в народной медицине камфорный спирт применяют и для лечения отита это воспаление уха для приготовления капель необходимо смешать камфорный спирт с водой в пропорции один к одному полученным раствором закапывают по две-три капельки в больное ухо 23 раза в день перед применением капель важно проконсультироваться с врачом чтобы исключить возможные противопоказания и осложнения компрессы с камфорным спиртом помогает уменьшить боль и воспаление при отите для приготовления компресса вы можете взять и марлевую салфетку которые смачивают камфорным спиртом и прикладывают к уху избегая попадания спирта в ушной канал сверху компресс покрывают пленкой и утепляет шерстяным платком держит компресс от 1 до 2 часов после чего снимают процедуру можно повторять ежедневно до полного исчезновения симптомов простуда и кашель от одна из самых распространенных заболеваний с которыми сталкиваются люди в холодное время года камфорный спирт является эффективным средством борьбе с этими болезнями благодаря своим согревающим и антисептическим свойствам рассмотрим как можно использовать камфорный спирт для лечения простуды и кашля ингаляции с камфорным спиртом помогают справиться заложенностью горло и облегчить дыхание для проведения процедуры необходимо добавить несколько капель камфорного спирта в кастрюлю с горячей водой затем наклонитесь над кастрюлей накройте голову полотенцем и вдыхайте пар в течение 10-15 минут камфорный спирт испаряет будет оказывать антисептическое и противовоспалительное действие что поможет уменьшить отек и воспаление слизистой оболочки горла такие ингаляции также способствуют разжижению мокроты и облегчают ее отхождения камфорный спирт также можно использовать для приготовления домашних мазей которые помогают при лечении бронхита эти мази оказывают согревающие и отхаркивающие действия способствует улучшению кровообращения и ускоряют выздоровление вот один из рецептов такой мази для этого вам понадобится камфорный спирт 2 столовые ложки далее борсучий жир или растопленное сливочное масло 2 столовые ложки пчелиный воск 1 столовая ложечка эфирное масло эвкалиптом буквально несколько капель рост растопите пчелиный воск на водяной бане далее добавьте борсучий жир или растопленное сливочное масло и тщательно все перемешайте снимите с огня и дайте смеси немножечко остыть далее добавьте камфорный спирт и несколько капель эфирного масла эвкалипта перемешайте все до получения однородной массы далее перелейте мазь стеклянную баночку и дайте полностью остыть полученную мазь необходимо втирать в грудь и в спину перед сном после нанесения мази рекомендуется укутаться теплым одеялом чтобы усилить согревающий эффект процедуру можно повторять ежедневного до полного выздоровления далее уделим внимание остеохондрозу это заболевание позвоночника которая характеризуется дегенеративно дистрофическими изменениями межпозвоночных дисков и суставов камфорный спирт может быть полезным средством в лечении остеохондроза благодаря своим согревающим противовоспалительным и обезболивающим свойствам рассмотрим как можно использовать камфорный спирт для облегчения симптомов остеохондроза одним из популярных народных рецептов для лечения остеохондроза является растирание приготовленное из камфорного спирта водки и горчичного порошка это средство обладает мощным согревающим эффектом улучшает кровообращение и способствует снятию воспаления и боли в области пораженных участков позвоночника для этого нам понадобится камфорный спирт 50 миллилитров далее водка 200 миллилитров горчичный порошок 50 грамм яичный белок 3 штуки далее как мы готовим чистой стеклянной емкости смешайте камфорный спирт водку и горчичный порошок отдельно взбейте яичные белки до образования пены далее добавьте взбитые белки в спиртово-горчичную смесь и тщательно перемешайте до получения однородной массы далее перелейте полученное растирание в стеклянную банку с плотной крышкой и храните в прохладном темном месте для лечения остеохондроза с помощью приготовленного растирания следует придерживаться следующих рекомендаций перед применением хорошо встряхните банку с растиранием нанесите небольшое количество средств на пораженный участок позвоночника далее аккуратно втирайте растирание в кожу круговыми движениями до полного впитывания после процедуры укутайте обработанный участок теплым шарфом или полотенцем чтобы усилить согревающий эффект процедуру рекомендаются рекомендуется проводить перед сном чтобы средство могло действовать всю ночь курс лечения растиранием с камфорным спиртом обычно составляет от 10 до 14 дней после этого рекомендуется сделать перерыв на одну-две недели и при необходимости повторить курс важно помнить что использование камфорного спирта может вызвать раздражение кожи поэтому перед началом лечения следует провести тест на чувствительность нанеся небольшое количество средства на внутреннюю сторону предплечье если через 24 часа не появится покраснение или зус средства можно использовать для лечения камфорный спирт также обладает и мощными лечебными свойствами однако его использование требует осторожности и знания возможных противопоказаний не соблюдение рекомендаций по применению может привести к нежелательным побочным эффектом и ухудшению состояния здоровья рассмотрим основные противопоказания и предостережения при использовании камфорного спирта гиперчувствительность или аллергическая реакция на камфорный спирт является одним из главных противопоказаний к его применению у некоторых людей камфора может вызывать раздражение кожи покраснение зуд и даже аллергический дерматит перед использованием камфорного спирта рекомендуется провести тест на чувствительность нанесите небольшое количество препарата на внутреннюю сторону предплечье и оставьте на 24 часа если не появится никаких признаков аллергии средства можно использовать вам для лечения камфорный спирт противопоказан людям которые страдают эпилепсией и другими судорожными расстройствами камфора может провоцировать судороги и ухудшать состояние больных в связи с этим перед использованием камфорного спирта у людей с подобными заболеваниями необходимо проконсультироваться с врачом и выбрать альтернативные методы лечения камфорный спирт не рекомендуется наносить на открытые раны порезы ожоги и другие повреждения кожи спирт может вызывать сильное раздражение и замедлять процесс заживления применение камфорного спирта на поврежденной коже может также привести к усилению боли и воспаления если у вас есть повреждения кожи следует выбрать другие средства для обработки ран и воспаление камфорный спирт требует особой осторожности при применении у детей беременных и кормящих женщин у детей кожа более чувствительна и склонна к раздражениям камфорный спирт может вызвать сильное раздражение и даже ожоги на детской коже применение камфорного спирта у детей младше двух лет строго запрещено для детей старшего возраста необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием и строго следовать его рекомендациям беременные женщины должны с осторожностью применять камфорный спирт так как его компоненты могут оказывать влияние на развитие плода камфорный спирт способен проникать через плаценту поэтому его использование возможно только после консультации с врачом и при отсутствии других безопасных альтернатив камфорный спирт также может проникать в грудное молоко и влиять на здоровье младенца кормящим матерям следует избегать использования камфорного спирта или применять его только по назначению врача это в минимальных дозах камфорный спирт помимо своих лечебных свойств находят применение и в садоводстве его использование позволяет эффективно бороться с вредителями и защищать растения от болезней рассмотрим несколько способов применения камфорного спирта в садоводстве камфорный спирт можно использовать для приготовления растворов который помогает отпугивать различных вредителей такие как муравьи для паутины и клещи и другие насекомые вредители не переносят запах камфоры что делать ее отличным средством для защиты растений для этого вам понадобится камфорный спирт 1 столовая ложка вода 1 литр далее жидкое мыло или средство для мытья посуды буквально несколько капель далее в литре воды разведите столовую ложку камфорного спирта добавьте несколько капель жидкого мыла или средства для мытья посуды чтобы раствор лучше прилипал к растениям тщательно перемешайте раствор и перелейте его в распылитель обрабатывайте растение раствором распыляя его на листья и стебли особенно уделяя внимание нижней стороне листьев где часто прячутся вредители процедуру можно повторять каждые 7-10 дней или по мере необходимости мыльно-камфорный раствор не только отпугивает вредителей но и помогает бороться с грибковыми заболеваниями такой раствор можно применять для профилактики лечения различных болезней растений для этого понадобится камфорный спирт 1 столовая ложка вода 1 литр жидкое мыло или мыльный раствор 1 чайная ложка в литре воды воды растворите чайную ложку жидкого мыла добавьте столовую ложку камфу камфорного спирта и тщательно перемешайте опрыскивайте растения мыльно-камфорным раствором уделяя особое внимание пораженным участкам обработку следует проводить вечернее время или в пасмурную погоду чтобы избежать ожогах на листьях от солнечных лучей повторяйте обработку раз в неделю до полного исчезновения признаков заболевания также друзья вы можете использовать раствор и для отпугивания кротов кроты ему стать серьезной проблемой для садовода повреждая корни растений и создавая подземные ходы именно камфорный спирт может быть использован для отпугивания кротов благодаря своему резкому запаху для этого понадобится камфорный спирт 50 миллилитров и вода 2 литра разведите камфорный спирт 2 литрах воды перелейте раствор в бутылку с распылителем или используйте как вариант лейку полейте подготовленным раствором ходы и норы кротов повторяйте обработку каждые две-три недели чтобы поддерживать отпугивающий эффект также можно смочить в растворе тряпки и разложите в места где замечены кроты и так девочки и мальчики мы с вами рассмотрели множество интересных и полезных способов применения камфорного спирта этот удивительный продукт помогает не только в лечении различных заболеваний но и как вы видите в уходе за садом его универсальные свойства делают его незаменимым помощником нашей жизни помните что использование камфорного спирта требует осторожности соблюдения всех рекомендаций по применению обязательно проводите тесты на чувствительность и консультируйтесь с врачом или специалистом если у вас есть сомнения или противопоказания спасибо что были с нами сегодня надеемся эта информация была для вас полезной и интересной подписывайтесь на наш канал ставьте лайки не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски если у вас есть вопросы или темы которые вы бы хотели обсудить пишите в комментариях мы всегда рады вашим отзывам и предложениям до новых встреч берегите себя и будьте здоровы и